Доброе утро всем телезрителям. Как обещали, у нас сегодня замечательное утро. Утро, которое будет связано с тем, что будем говорить на тему моды, на тему вообще модеринга. И в любом случае мы обещали. И я надеюсь, что у нас все получится. Доброе утро. Сегодня у нас на связи Артур Целищев. Скажи, где ты находишься? А то, в принципе, нам телезрители не поверили. Всем доброе утро, Запорожье, Украина. Я на Филиппинах, сейчас в Маниле. Нахожусь на крыше отеля, за мной и спиной в бассейн, спаленными настоящими сутчиками. Я в Азии вообще. То это не фотообои. Нет, нет, это настоящие. Артур, уже позаздрели практически все наши глядачей, которые сранку собираются на работу. Артур, расскажи, чем ты там занимаешься? Да, на Филиппинах я работаю моделью, фотографом и начинаю здесь диджейить. Ну и также продолжаю свою карьеру дизайнера интерьера. Вернее, начинаю только. Скажи всем нашим телезрителям совет от тебя. В принципе, у нас сейчас как раз пора отдыха. Все собираются в отпуск. Если лететь на Филиппины, в первую очередь, о чем нужно побеспокоиться и, может быть, там что-то заготовить заранее? Ну, я думаю, что здесь можно все достать, потому что это очень развитая страна, такая же, как и многие в Азии страны. Ну, главное, что с собой взять, это, не знаю, наверное, камеры, чтобы здесь успеть все наснимать. А сейчас новая классная штука вышла GoPro, чтобы можно было под водой снимать или в горах, или в прыжках. Ну и также, да, кремы для загара, потому что здесь солнце бешеное и сразу все сгорают. Я сразу превращаюсь в лобстера минут за пять, наверное, солнце, поэтому я и все в тени. Крем-бресс максимальной защитой в любом случае. Да. Скажи, в принципе... Ой, сейчас у нас... Отлично. Скажи, пожалуйста, вот, в принципе, большое ли различие, ну, не знаю, между общением, в любом случае, это, ну, не знаю, там, все говорят, там, об азиатском менталитете, что там все совсем по-другому. У нас, у европейцев, там, по-третьему складывается. Правда ли, что вообще европейцы популярны у азиатов? Они все хотят с ними сфотографироваться, подружиться? Правда, правда. Здесь филиппинцы вообще помешаны на таком термине, как селебрити. Вот, и если ты вникаешь в этот статус, ну, особенно если ты европеец или просто из белых наций, то ты просто как царь, наверное, потому что они, да, постоянно просят фотографироваться, ты для них нереальный человек. Ну, и, понятно, в любом случае все пытаются занести дружбу. Ну, хотя, в общем-то, это и хороший знак, потому что они очень такие добродушные, всегда стараются помочь чем-то. Отличие менталитета, на самом деле, отличается, да, очень от европейцев. Поэтому мне было сложно первые месяца два-три, я пытался понять, но потом я, в общем, опустил руки и понял, что просто лучше привыкать. Они, на самом деле, по-другому мыслят, у них совсем другой склад ума. И также, я думаю, что немного у них реакция чуть-чуть более запоздала. Наверное, это и от стиля жизни зависит, потому что такая расслабленная жизнь, как курорты, пляжи. Ну, как бы кипит, конечно, например, если пэшн-индустрия или финансовая сфера, это да. Но так вот, в общем, в образе жизни они не очень много стараются. Дел много делать, такие поли даже медленно, меня это жутко раздражает, потому что я привык кучи дел делать в течение дня. Ты перестраивался, походу. Походу перестраивался, да? Да, я уже перестраивался. Я не могу сказать, что я такой же медленно спал, как они. Юра рассказал нам... Юра рассказал, что на Филиппинах також проходить фэшн-вік. Розкажи, пожалуйста, про этот захід. Кто там бере участие и что там делаешь ты? Да-да-да. Фэшн-вік начался здесь прошлый месяц, как и во многих странах во всем мире. И сейчас сидит сезон уже, по-моему, уже четвертая или пятая неделя. Здесь фэшн-вік у нас проходят по выходным. И мы по разным городам путешествуем. Прошлые две недели ездили мы на острова, летали вернее. На самый юг Филиппина. Это было недалеко от Малайзии и Сингапура. Реально далеко. На самом деле мне не удалось ничего увидеть там, кроме отелей и мест, где были показаны. На самом деле я пляж видел в самолётах хотя бы. Вода нереально голубая, такая даже бирюзовая. И, опять же, познакомился с культурой, там очень отличаются даже филиппинцы, те, которые живут в Маниле, а те, которые живут на юге. Они потому, что мусульмане, а здесь католики. То есть даже склады ума отличаются. До речи, а что говорите? Фэшн-вік уже начался, и он заканчивается через, у нас заканчивается через две недели. Потом дальше начинается в Нью-Йорке уже. Потом идет в Париже. Вот, сейчас у нас, я принимаю участие в Мэнс Фэшн-вик. Мы, конечно, делаем все показы. Первая часть состоит обычно из брендов, а вторая. Что самое модное ныне на Филиппинах, то есть показы на этом фэшн-вик, какие тренды в этом году есть? Зашумело море у нас, по-моему, да, как раз? Невеличкие у нас технические проблемы с звуком. Давай, мы как раз попробуем прерваться, да, на пару минут, посмотрим нашу рубрику, попробуем как раз наладить связь. Ну, это скайп-связь, в любом случае, поймите правильно. Я думаю, что мы узнаем как раз, что было интересного на Фэшн-вик, и какие именно бренды, какие были показы, где именно принимал участие Артур. Давайте сделаем небольшой... Что самое на немодное на Филиппинах. Да, что сейчас мода на Филиппинах. Ну, опять-таки, говорили, это, в принципе, дни моды по всему миру. Давайте прервемся и вернемся в студию, попробуем побеседовать дальше. И если рекламная пауза. И как раз вопрос был о том, что, в принципе, из тех показов, где ты принимал участие, что это были за показы, и что тебе заполнилось больше всего? Какие-то отдельные бренды, отдельное, не знаю, там, шоу. Как все происходило? На самом деле, здесь очень хороший уровень Фэшн-вика, потому что собираются очень классные модели, многих привозят из Европы, из Штатов. Также дизайнеры работают. Я буквально на той неделе работал для Франции Сибириан, это фотограф, а, вернее, дизайнер, который делает костюмы для Леди Гаги, Кристиана Гиллеры, Бриднис Фирс. И я проходил его в показе и закрывал финальный выход также. И потом другие, чем мне запомнились, на самом деле, показы, потому что здесь очень интересный продакшн, потому что шоу делают очень классные фоны, то есть задники, подиумы необычные, очень необычные локации. Про дизайн я вообще молчу, потому что филипинская мод отличается даже от китайской моды, и от японской тоже. Вот, ну, и мне запомнились, наверное, показы тем, что, наверное, да, больше всего в реакции зрителей, потому что, когда ты ходишь на показы, многие даже знают твое имя и чувствуешь себя рок-систой. Когда, например, подземлялись в аэропорту, куда в городе Дала, не знаю, видели вам плакаты, и люди кричали. Может быть, они нас перепутали с One Direction, но, наверное, они ждали нас примерно так же, как и. А One Direction также присутствовали, да, в этом году на неделю моды? Еще раз повтори, пожалуйста. One Direction также были, как гости, как селебритис на показах? Ага. Хорошо бы, но они, по-моему, сюда приезжали в прошлом году. Сколько я знаю, меня здесь уже не было. А так я здесь второй раз. Ну да, чувствовали мы примерно так же, такими же звездами. Скажи, ну ты, в принципе, вот мы вспомнили о том, что ты там работаешь как модель, и не забываешь о том, что ты фотограф, но и диджеешь походу. Но, может быть, для кого-то будет новостью, ты успел еще там засветиться в качестве телезвезды, поучаствовать в местном телевизионном шоу. Что это было за шоу, и как тебя и туда угораздило? Да, моя карьера на телевидении началась, наверное, с прошлого года. Меня пригласили в съемки фильма. Это был фильм, который транслировался во всех кинотеатрах Филиппин во время Рождества. Назывался он Private Benjamin. В нем снималась самая популярная звезда здесь, а моя роль была охранник-террорист, наверное. Какие твои вражения? Я на филиппинском языке пока не разговариваю, знаю только некоторые фразы, поэтому мне нужно было просто охранять. Ну, я часто был там в экране, поэтому даже мы ездили потом по городам, и люди, опять же, узнавали, и много фанатов из этого появилось. Ну, что, опять же, мне помогает очень в работе. Вот, а второе шоу, да, называется «Идбулага Фориной». То есть это на телевидении передача, связанная с филиппинской культурой. Опять же, это изначально. Так как у филиппинцев, у них самих, на самом деле, нет своей культуры, потому что у них все заимствовано из Испании, из штата в Японии. Поэтому они стараются любыми способами привязать к своему народу и к приезжим в филиппинскую так называемую культуру. Поэтому моя задача заключалась в том, что я должен был выбрать или танец, или песню. Ну, как вы говорите, я точно не буду никогда, я почти уверен, а танцевать мне не так сложно. Поэтому я выбрал филиппинский танец, мусульманский, кстати, который называется «Астагаян». И мне выбрать пришлось буквально за три часа. И на следующее утро уже был прямой эфир. Также это шоу было в прямом эфире. Мне удалось выйти в полуфинал. У меня было всего три шоу. Нужно было это танцевать сначала, а потом была часть актинг, то есть где нужно было проявить свое актерское мастерство. Ну и потом представление, просто показать, кто ты такой, рассказать себе. То есть это как шоу талантов, как в принципе у нас есть аналог. Да, да. Это похоже на самом деле, да. Что-то как «Brit and God's Talent», что-то по типу такого, но филиппинского масштаба. Отлично. Ну, давай, может быть, как-то все-таки, учитывая, что у нас сегодня связь есть и установилась, передадим привет всем запорожцам, ну и от себя, учитывая, что у тебя все фу-фу-фу-фу, складывается отлично, а вот в принципе какой-то, не знаю, там секрет, какой-то заряд бодрости для начала хорошего дня. Я знаю, что у тебя уже там обед около часа дня, а у нас пока что утро. У меня уже почти обед. А запорожцам и всем украинцам, ну вообще всем своим друзьям, кто смотрит, я вот сюда шел и думал, надо что-то пожелать такое душевное. Думаю, что главное верить в себя, потому что без этого у меня бы ничего не получилось. Я не говорю, что я очень многого достиг еще, у меня еще вся жизнь впереди, но главное верить в себя и ни о чем не останавливаться. И любые преграды нужно рассматривать как вызов или как новая возможность. Потому что никогда не знаешь, чем это повернется и как можно этим воспользоваться. Ну, на Филиппинах-то хорошо, но мы ждем, что ты, в принципе, вернешься в Запорожье и побеседуешь с нами в студии. В любом случае, как бы там ни складывалось, рады будем тебя видеть и держать связь. Будут новости, я думаю, будем созваниваться. Ну и все-таки как-то и встретимся здесь, живу в студии. Обязательно. В этом году увидимся. Всего тебе найкрашого. Это Beauty Fashion Day и девушки, которые нас заведают, расскажут нам, что будет модным в этом сезоне.